денис приветствую тебя привет всем наша традиционная встреча для четверга как и всегда обсуждаем рынке смотрим на разные активы стараемся конечно же с тобой все-таки адаптировать сделки под интересный фундаментальный фон и сегодня как раз не будем выбиваться из нашей сложившейся традиции я предлагаю сегодня посмотреть на фунт потому что фактически через несколько часов даже меньше уже через несколько часов банк англии проведет заседание примет решение по ключевой процентной ставки и порадует нас как бы источником волатильности вот волатильности сейчас хотелось бы может быть по отдельным инструментам побольше чтобы тренды были посильнее и соответственно чтобы было возможности обсуждать вообще что-то интересное на них помимо раз уж мы заговорили про ключевые фундаментальные события сегодня также второй день выступления паула перед банковским комитетом вчера мы видели что постфактум его первого дня выступления доллар оказался под давлением сегодня все может продолжиться плане тенденции либо напротив участники рынка и шар все-таки вернуться к идее закладывания под идею под возможность скажем так еще одного повышения ключевой процентной ставки поэтому будет интересно посмотреть сейчас реакции трейдеров на второй день выступления паула и я бы еще отметил отчет первичные заявки на пособие по безработице обычно второсортная статистика ее можно обычно не анализировать но в последние недели мы видели как рынок остро реагировал на значительный прирост количества обращений там были экстремальные показатели по 262 тысячи и на основании этого многие сделали вывод о том что рынок труда сша буксует поэтому без сильного рынка труда фрс по сути лишается самого главного аргумента которым ранее можно было бы оправдать все уместность проведения политики более высоких процентных ставок поэтому я предлагаю и не сегодня посмотреть фунт сегодня можем посмотреть европейскую валюту против доллара мы пробежимся по топовым мажорным инструментом рынка форекс и если опять же не против можем взглянуть на золото возможно есть что-то интересное для тоже подскажешь по уровнях так давайте начнем с меня демонстрацию экрана первое что хотелось бы разобрать это ситуацию с главным валютным диском европейская валюта против доллара текущая котировки 1 0 9 86 в прошлый раз когда мы касались темы перспективы доллара я смотрел на этот инструмент с точки зрения медвежьих ожидания поскольку был уверен да и в принципе остаюсь уверен в том что скорее всего в ожидательная позиция которую занят резерв по итогам последнего заседания она может продлиться несколько больше да я прекрасно понимаю что сейчас рынок если анализировать инструменты файд вот что верит еще на повышение ставки оно должно произойти в июле но мы прекрасно помним как настроение менялись по поводу изменения процентной ставки в момент ожидания июньского заседания то есть чем больше было плохих макроэкономических данных тем больше было сомнений у трейдеров в том что экономика справится с еще одним повышением ставки или вообще с дальнейшим ужесточением монетарной политики я считаю что даже если ставку повысить в этом году это будет ну максимум один раз и дальше фрес уже точно займет в ожидательную позицию на симпозиуме джексон холли может скорее всего просигнализировать о том что пришло время завершить текущий цикл ужесточения политики я продолжаю на всем этом отстраивать свою идею относительно слабости доллара но сегодня мы говорим про евро все прекрасно знают что евро доллар индекс доллара коррелируют между собой очень тесно поэтому в принципе разбирая ситуацию с европейской валюты против доллара можно сказать что мы сразу с тобой анализируем два инструмента евро против доллара и индекс американской валюты текущей котировки в соответствии с нами евро пришел к локальным максимум я целился на отметку 1 10 цели по-прежнему актуально мы видим то что евро аралирует потому что доллар дал слабину долго снижается и евро растет на контрасте вот этих монетарных а политик и будущих решений то есть в отношении европейского центрального банка никто не сомневается в том что и cbm придет снова повысить ставку последний комментарий представителей цб на этой неделе филиппа лейна и забыть шнабель все они подтверждают слова кристин лагард от прошлой недели что ставка будет повышена и в июле и в сентябре я думаю что да это дорожная карта мне кажется вполне реальный инфляция существенно выше еврозоне базовый показатель от ориентира поэтому нужно действовать и дальше и на контрасте с политикой федрезерва где все больше опять же сомнений том что ставка будет активно расти дальше я по-прежнему уверен то что евро будет какой-то период времени еще пользоваться повышенным спросом но 1 10 признаю очень такой психологически важный рубеж при всем уважении к нему он может стать причиной коррекционного отката поэтому здесь нужно быть внимательными смотреть на дополнительные сигналы для открытия сделки может быть какие-то технические паттерны и индикаторы но я думаю что где-то один 10 11 это вот еще скажем диапазон цели куда евро может идти ближайшие торговые сессии так что касается британской валюты то здесь ждем заседание банк англии ждем решение по процентной ставки очень много бэкграунда статистического в виде роста инфляции вчера отчет показал что инфляция в англии 87 процента на нифига не снижается хотя по прогнозам и руководством правительства скажем так англии и монетарным руководством англии инфляция должна была быть уже существенно ниже текущих значений но вместо этого она продолжает расти потому что база в индекс потребительских цен показал что инфляция прошлом месяце в данном режиме выросла с 6 8 до 7 1 на процента если добавим сюда еще сам факт повышение заработных плат я вообще уверен то что пиковые значения по инфляции они еще не пройдены и я думаю что точно такую же ну или похожую позицию разделяет и банк англии поэтому сегодня я ожидаю повышение ставки не на 25 байс на пункт а думаю что банк англии может пойти еще дальше и выкатить сразу вот это повышение на 50 байс на пункт это такой сверх оптимистичный сценарий потому что у фунт точно не устоит перед таким соблазном упрощить свои позиции на фоне такого агрессивного подхода к монетарной политики немного визуализирую со своей стороны остаюсь оптимистом считаю что со текущих уровней 1 2750 даже на волатильности мы можем задеть сегодня 1 2850 а моя среднесрочная цель это движение в район отметки 1 30 и что касается золота и пущей котировки 1927 золото конечно же поразительно ведет себя последнее время если сопоставлять динамику золота с инструментами с которыми нужно сопоставлять например с долларом с доходностью американских трежер и вроде бы как там есть предпосылки из-за которых золото должно расти но золото устойчиво снижается я думаю что это какой-то беспорядок нужно все-таки может быть вернуть на рынок логичную реакцию и я надеюсь собственно как и в прошлый раз мы с тобой по моему обсуждали уже золото я думаю что диапазон 1900 1920 это прямо идеальная точка входа на долгосрок покупку золота ну с целями 1980 2000 и выше потому что все таки сейчас новостной фонд за то чтобы золото росло на фоне ожидаемого особенно концу этого года снижение курса доллара и вот последняя новость буквально сегодня попалась она мне на глаза о том что в сша приостановлена работа одного из крупнейшего золото добывающих предприятий это newman accord из забастовки горняков продолжается это уже по сути полтора недели и опять же золото за эти полторы недели практически не росло только падала но это тоже на мой взгляд странно учитывая что такого рода инцидент скажем так связан с человеческими фактами это все-таки предпосылка для снижения предложения поэтому я оптимизм в отношении рынка золота опять же мы знаем что если риск растет как бы от страны не звучало но я имею ввиду валютный риск золото как правило покажет показывает похожую динамику но сейчас идет в разрез с трендами по тому же самому европейскому валютному активу и продолжает обновлять минимум но чем ниже сейчас заберемся тем лучше будет возможности более интересным будет уровень для долгосрочных покупок так денис слово тебе так отлично я думаю меня видно уже в целом я согласен с тем что ты говорил вот и по евро и по фунту по золоту тоже свое мнение потому чуть позже скажу значит по евро евро я лично на этой неделе ждал чтобы цена откорректировалась водка это достаточно широкая зона покупателей и от нее уже вверх надо бой вот как раз к 110 110 помимо того что это психологический барьер здесь также еще и опционная конструкция находится пускай не сильно большим объемом но для коррекции в принципе достаточно если в целом вот посмотреть на всю структуру движения которые у нас есть получается что мы как бы внизу толком и нет не добили до дальних границ вот и при такой комбинации чаще всего цена вот если брать позиционно она движется на обновление максимума то есть на перехай у нас вот был предыдущий позапрошлый уровень предыдущий уровень сопротивления соответственно сейчас текущих если делать какой-то глубокий отскок вниз как по мне кажется нелогичным поэтому я думаю что вот с этой зоны у нас будет какой-то коррекционный отскок не знаю пока насколько он будет глубокий то есть плюс-минус как скажем так и после этого цена пойдет вверх добивать уже максимум и как раз в район 111 ядя в том что просматривал общую корреляцию по валютам по франку как зеркальное можно сказать отражение евро то приблизительно одна и та же ситуация абсолютно везде у нас вырисовывается поэтому я думаю что по евро вот с этой зоны вряд ли нам дадут какой-то глобальный прям вот разворот скорее просто это внутреннюю коррекцию и потом цена пойдет добивать вверх особенно учитывая то что по данным опционам экспирацию у нас будет аж 4 августа то есть в любом случае у нас полтора месяца если за полтора месяца уже очень много воды утечет то ли цена может запросто прогуляться вверх а потом уже вернуться где-то вот в эту область там серединку вниз мы сейчас не будем об этом говорить это еще слишком дальние горизонты но на ближайшее время наиболее вероятный вариант все-таки через домой по поводу фунта да сегодня процентная ставка и до консенсус прогноз на повышение 0 25 процентов но еще кстати говоря я вот только сегодня как раз читал о том что госдолг англии впервые за последние лет 60 или 70 пробил вершинку то есть более ста процентов относительно ввп то есть их госдолг стал больше чем сам ввп вот то есть это не очень хороший знак это признак того что все-таки рецессии у них да действительно есть это уже бессмысленно будут им отрицать но на фоне ставки я все-таки думаю что локально получит фунт все-таки поддержку я потому что с абсолютно аналогично опционная конструкция которая сейчас вот создана по евро точно такая же конструкция была по фунту сделали вот коррекцию вниз к зоне покупателя здесь все абсолютно логично произошло но движение вверх здесь как по мне наиболее вероятно это все-таки 1 30 то есть 1 30 здесь же и также находятся проданы колы как часть опционной конструкции и при этом в принципе логично выглядит как как по мне сама структура до поя поэтому если не уверен будут ли еще раз делать заход в эту зону могут где-то в там районе 1 27 30 например сделать разворотку и продолжить свой рост поэтому по фунту щас буду скорее всего максимально стараться поддержать экономику вот поэтому рост в ближайшее время я думаю мы таки увидим можно это еще окольными путями движениями но в принципе здесь ничего особо не меняется то есть рост рост у нас по-прежнему приоритете будет так и что касается золота дело в том что по золоту я придерживаю тех же взглядов что был и на прошлом нашем бритвинге на позапрошлом то есть что основной приоритет у нас вниз дело в том что за последние вот две недели зафиксировано рекордный отток средств с инвесторов с денежных фондов то есть соответственно активно перекладываться в акции золото не исключение то есть как хеджевый инструмент золото ну скажем 50 на 50 работает но сейчас мы видим что аппетит к риску все-таки возрастает причем значительно возрастает сумасшедший приток там что больше триллиона долларов фондовые рынки сейчас вот зафиксирован поэтому я думаю что золото как именно защитный актив пока что вот вопрос не нужен так что продажи которые у меня есть еще от 1960 я считаю они вниз продолжатся и реальная цель где-то в районе 1900 там будем естественно уточнять потому что там уже очень сильная поддержка у нас вырисовываться по технике по марже по акционам вот в район как раз 1890 1900 это реально очень очень сильный диапазон есть естественно и ниже но там их много этих целей там будем уже уточнять потом в дальнейшем в процессе пока что вот к этому диапазону а там дальше буду смотреть вчера как раз была попытка здесь немного коррекцию взять но коррекция как-то совсем маленькая вышла там но всего лишь чтобы 150 пунктов и все то есть в рамках золота это движение ни о чем вот так что до приоритетно у меня движение здесь позвут по золоту вниз и в принципе как как по мне с учетом аппетита к рискам и общая картина складывается весьма неплохо и я думаю это не помешает абсолютно не евро не фунту в их дальнейшем предполагаемом росте а денис спасибо тебе за рекомендации ну что мы сегодня с тобой в синергии по рисковым инструментом и вот большое расхождение по золоту хотя я бы не сказал что это прям сильное расхождение потому что ты хочешь пересмотреть и либо еще раз оценить ситуацию по золоту поближе к уровню 1900 это очень здравая мысль я как раз и рекомендовал что где-то в диапазоне 1900 1920 тоже если обстоятельства так сложится может быть на один очень хороший да то могут как раз отскопки сделать просто что стекущих особо не на чем отскакивать а вот 1900 да там реально могут уже нам что-то нарисовать поэтому будем смотреть ближе к тому когда цена туда уже придет точно и при той волатильности которая сейчас я допускаю что золото 20-30 долларов сделать за одну торговую сессию вообще ничего не стоит поэтому друзья внимательно сейчас золото очень интересно волатили в последнее время поэтому просто стоит добавить контролируйте риски обязательно следите за загрузкой депозитов не забывайте ставить стоп лосса единица тебе огромное спасибо что подключился обсудил со мной самый актуальный на сегодняшний момент торговые инструменты подсказал как действовать что делать когда через неделю снова вернемся уже посмотрим как и банк англии себя проявил что с мутом произошло с евро и может быть уже золото у нас из-за соответствующих уровней необходимых и по золоту тоже будет единая точка зрения спасибо покажите денис да вполне возможно я думаю что четвергу отработается большая часть анализа скорее всего точно за малым за рынком будем следить и терпением и конечно же как всегда терпением все тебе тоже желают личного окончания скорого торговой недели и до скорых встреч спасибо пока пока пока